Итак, мы продолжаем обсуждение. Теперь хочу выслушать вопросы, замечания, и, возможно, ответим с Сашей на ваши сомнения. Первый вопрос, связанный с сознанием. Модель сознания, которая редуцируется к различию. Вы считаете, что другой модель быть не может? Или вы считаете, что эта модель единственная? Мы, наоборот, привели в самом начале модель, используемую эпифеноменалистами практически, а именно Чалмерсом очень часто. Именно модель двухуровневого строения, где на физическом уровне все определяется, и каузальные связи, и так далее. А уровень ментальный является эпифеноменом, то есть лишенным каузальной значимости, неким додатком, добавлением. Нет, я имею в виду, понятно, что модель как бы практиковали, а вы полагаете свою. На самом деле, в чем проблема вашей модели? Вы редуцировали сознание к различию. Развлечение — это определенного рода процедура, которая, конечно, в сознании совершается. Таким же образом, например, аналогичным образом, в свое время классическая философия, например, в лице Гегеля, редуцировали сознание к мышлению. Потому что действительно, в сознании, конечно же, есть мышление. И, естественно, было как бы задаться такому мыслителю, как Гегель, что все есть мышление, и все свести к мышлению. И получается ли так, на самом деле, что вы что-то наружу в сознании, аналогично тому, как это и Гегельцеву, и многие другие философы, редуцировали его к самому сознанию? То есть, одну какую-то функцию сознания вы берете и говорите, что это и есть все сознание. Но мне так не кажется, поскольку, если судить о Гегеле, то там действительно можно сказать, не уверен, что можно использовать слово «редукция», но, по крайней мере, да, Гегель, конечно, говорит о мышлении и вполне определенном понимании мышления. Можно использовать слово «отождествление», это вполне понимание, если он отождествляет мышление и сознание. Да, отождествляет мышление и сознание. Абсолютным духом. То есть, это вводится даже до вершины добралась. Но тем не менее, у него все равно это одно и то же. Но логика, у Гегеля логика. То есть, по крайней мере, я вот понимаю Гегеля только через его логику. Ну, не понимаю, а ввозь принимаю. А что же касается вот нашей модели, то можно вообще, так сказать, осознание слово убрать и говорить просто о развлечении. Когда будет теория Балдачева? В чем из Балдачева? Потому что, на самом деле, у него точно так же начинается различие. Ну, я говорю, в частности, очень много сейчас теорий таких появилось, и в основании будут различия. Это чисто феноменологический подход. И дальше, как бы, от этого различия отталкиваются, и что-то там такое строят. Да. Интересно-то как раз вопрос, что у вас теория сознания, а не теория различия. Иначе бы это было даже не Балдачев, а, пожалуй, Деррида. Потому что Деррида, там, Дифферанс, Трэнс. Дивиоз, на самом деле, в этом же ключе работает. Отличие в чем, что различие – это некое вневременное понятие. Вот есть различие между тем и тем. Оно в принципе есть. А различие – это понятие, которое встроено в структуру сознания, фактически во время сознания. Оно происходит вот здесь и сейчас. Оно локализовано. Это событие. Это действие. Мыслительное некое действие. То есть мыслительное все-таки. Ну, мыслительное, если считать мыслительным действием и… Не мыслительное. Действие сознания. Нет, только мыслительное. Сознательное действие. Действие сознания. В сознании. Действие в сознании. Можно сказать, что… Я не дам дело замечания, потому что, сейчас Александр расскажет, еще чуть-чуть просто. Тут фишка в чем состоит. Что сознание – это всегда активность. Да, и вы утверждаете, что вся активность на самом деле… И вот это включено в понятие развлечения. Активность как некая интенция, да? Но. Развлечения понятно. Я не договорил, но в сознании есть также и пассивность. Вот смысл того, как сознание в смысле пассивность. Вы сами это говорили, когда говорите о чем-то ощущение. А это было? Это пассивность. Я даже могу сказать… Нет, это тоже активность. Это тоже активность. Понятие, это слово понятие не совсем правильно. Лучше говорить о символизме. Вот символ развлечения включает в себя в качестве своего одержания и интенсию, и квалию. Поэтому вопрос о том, насколько соотносятся интенсия и квалию, что в последнее время обсуждается, как мы знаем, да? Он и свечен. Естественно, если мы говорим о развлечении, то имеем в виду интенсию. Если мы говорим о различии или развлечении, мы имеем в виду и квалию. По сути, квалия или квалия, там по-разному произносят, может быть квалитативное различие. Понимаете, да? Вот, в частности, не только красное, то, что принято понимать под квалию, но мы понимаем и значение. Значение – это тоже квалия. Поскольку на самом деле мы не можем передать со стопроцентной уверенностью на наше знание друг к другу. Вопрос Булата был другой, и ответ я могу дать за вас попытаться, а вы меня поправите, если что. Другой. Вопрос Булата был о том, что сознание у вас, как он считает, представляется некой активностью абсолютно, а оно действием развлечения. Но оно же есть и пассивность. Но у вас же, на самом деле, было сказано, что сознание – это множество развлечений, но не все из них актуально произошли. Уже они могут быть даны в этом множестве, как система различий, но не все из них актуализированы. Сознание – это не человеческое сознание, а какое-то космическое, да? Это человек утверждает, что есть различия, которые как бы потенциальные. Нет, это было сказано, что это возможно, и можно рассматривать как подсознание. Нет, два аспекта. Нужно иметь в виду, что когда употребляется слово «возможно», имеется в виду, что это возможно как свойство. Ну, свойство. Вот возможное свойство развлечения. Поскольку у развлечений может быть много свойств. Вот это возможное свойство. Не обязательно у каждого конкретного развлечения именно это свойство есть. А второй аспект – это когда утверждается, что необязательно все развлечения различаются, хотя каждое развлечение, в принципе, должно быть различаемо по модели. Что имеется в виду? А тут вопрос немножко другой. Когда наступает развлечение? Оно может еще не наступить, наступить завтра. Допустим… Я бы как бы немножко не о том говорите. Я же говорил о том, что проблема в чем состоит. Допустим, есть какой-то феномен, да? Феномен сознания. И как мы к этому феномену подбираемся? Мы исследуем его какие-то характеристики. Нашли характеристику, что там есть различия, нашли характеристику, что там есть мышление, нашли характеристику, что там есть отражение и так далее. И вот пришло три философа. Когда один философ говорит, ну раз есть развлечение, значит сознание – это развлечение. Только постоял, пришел другой философ. Ну раз есть мышление и тудисты, значит сознание – это тудисты. То есть это мышление и так далее. Поэтому мы используем слова модель. Прямо трех мудрецов, которые подошли к сломаму, и на них сознание моделируется с помощью развлечений. Смотрите, если бы их подошли к сломаму, то один потрогал, захвоз, подергал бы, ну, словно это хвост. Тебе надо привести ту ситуацию или тот опыт, который не будет описываться этой моделью. И все. Послушайте. Не достаточно сказать, что вот вы как бы выкинули что-то. Ты укажи на вот то действие отождествления, которое не будет… Я указал параллельно, что точно так же отождествил сознание с мышлением. Нет. Если кто-то построил такую же замечательную модель, которая работает, вот, то есть, слава богу, значит, можно несколькими моделями описать мир. Еще раз. Но переживания к Рабарио не соотносятся с мышлением. Зачем проблема состоит? Понимаешь? Но я отвечаю на тот вопрос. Переживания к Вали… К Вали не совсем ни при чем. Это новое красивое слово не меняет смысл. Что? К Вали, не КВали. Но переживания, чувственные переживания, не соотносятся с понятием мышления, как чаще всего понимают мышление. Я просто че убеду? Так я ответил на твой вопрос? Нет. Ну как нет? Ты говоришь, что мы редуцируем что-то. Я говорю, не редуцируем, наоборот. Избавляемся от проблем. Частная проблема, которая в последнее время обсуждается. Взаимосвязь, интенсациональность и КВАЛЯ. Это острая проблема, на самом деле, да? Острая, острая. Вот, у нас она снята. Снята. Отлично. Теперь я просто для того, чтобы я их сделаю… Где редукция? В чем редукция? Нет, я сделал как угодно, а теперь просто объясню, как я понимаю сознание. На самом деле, интенсия к тому, что сознание – это развлечение, и симптомы нормальные. Это Платон. Укусать Платона… Давайте не будем Дериду, Гегеля… Пускай Платон, кто угодно там. Да, да, да. Миллионные философы… Вот исторически, вот, сюда интуиция от Платона идет. Суть вопроса я просто поясню, на самом деле. Ну, надо, на самом деле, поговорить, потому что развлечение, процедура развлечения – это только какая-то процедура, а надо говорить о какой-то сущем. Нет. У нас сказано. У нас развлечение – это и существование, и сущие. О своем, говорю, сознание. А ваше не имеет сейчас… Нет, имеет смысл. Как вы думаете? Ну, вот, представляется, значит, надо говорить, чем плохо это. А я думаю, да. А Антон не возразил, а вот есть такая картель, а ты предложи свою, и тогда ты только выступай. Вот буквально сейчас он только что-то сказал. Ну, давай, давайте обсудим вашу модель. Просто что мы обсуждаем? Приножи тот факт, который не будет с этой моделью. Все. Этой моделью факт, который будет… Который будет… Просто было все твои… Потому что ты… Ты задеваешь свои свои слова, шесть слова. Нет, Бог же знает. Есть модель. Есть модель, и я должен сказать, замечательный модель. Я говорю, что есть… Нет, ты должен сказать, что у вас модель не работает здесь и здесь. И все. И дальше, как бы, мы… Мы вообще этой философией занимаемся, правильно? Я пытаюсь это, как бы, как могу концептуально показать, в чем проблема состоит. Не надо показывать, что, не знаю, Алиса плохая, потому что есть Маша. Хорошо. У тебя свой способ философства. Философство по-своему. Я по-своему как-то философство. Претензии, что есть какая-то норма философии, это какая-то странная. Я объясняю на самом деле, что проблема… В чем состоит проблема? Проблема состоит, что какая-то частность, какой-то отдельный характеристик, септон, да, по которому можно определить, что тут существует сознание, возведено в степень сознания как такового. Я утверждаю, что это, на самом деле, именно потому и редукция, что само сознание шире, развлечение, оно другое. Что бы показать это? Это должен был показать, чтобы… Я же вам показать это, подожди. Что бы показать это? Я говорю, что сознание, на самом деле, можно понимать по-другому, можно понимать как некоторого рода пространство. Можно понимать как угодно. Ты показать. Пространство, но не пространство, которое мы видим, оно в это пространство сознание тоже встроено. Как некоторое конфигурационное пространство. внутри как само понятие пространство включает ваше развлечение как просто не включает против пространство против пространственности пространство это понятие требует различие а здесь у нас не линейная вещь и поэтому осознание если понимать его как пространство нет нет не подходит никакого просто наше развлечение это основной элемент то экзистенциональной структуры в которой мы можем локализовать области фантазии находятся где такие дети локализации она подвешена на системе предельных развлечений которые что структуру можно поместить только в готовое пространство нет а теперь говорят что возникает структура и она собой создает вот то пространство какое только может создать структур так это означает что сознание это пространство а именно структура которая на которой различить смотрите я хочу закрыть тему пространство вообще про это не говорить было пространство 2 постулат значит должна быть однородность Должна быть аддитивность. Почитайте определение пространства. Линейное пространство. Где вы такое заметили? Свойство, аддитивность. Линейное пространство. У меня пространство это система развлечений. Что такое линейность? Это однородность плюс аддитивность. Нет, смотрите, почему нет линейности и однородности? Потому что в этом пространстве могут встретиться мысль и восприятие. Так ее и нет, я же говорю. А оно и есть по факту, потому что я, смотря, воспринимаю что-то, могу в этом одновременно мыслить. Хорошо, давайте обсуждать вашу модель. Давайте обсуждать вашу модель. Нет, я просто, еще раз говорю, я это ввел, не будем это обсуждать, я просто это ввел, чтобы сказать Антону... У нас принцип АКАМА, лишние сущности отрезаемся. Здесь пространство ни к чему, оно не нужно. У вас нет сознания, тогда. И вы решили, что лишние сущности... Хорошо, ладно, кроме себя кто-то сможет прокомментировать? Прокомментировать? Значит, я первый хотел сказать про тот момент, когда вы обосновывали, что нужно от первого лица. Я потом подумал, и мне показалось, что нашел более простое обоснование, более короткое, что ли. Ведь в чем проблема физико-листского подхода? В том, что, ну, если это просто теория, как научная теория, то она может, как бы на основании неких законов, которые она, так сказать, установила, делать предсказания. Но для этого ей надо иметь некие данные первичные. То есть ей надо знать, в каком... То есть, не так, не так. Она, обладая знаниями о физическом состоянии 1, будет делать предсказания о физическом состоянии 2. Но при этом еще, да, эта теория будет иметь представление о том, как вот эти физические состояния отображаются в психическую... Ну, то есть, в ментальность, да. Но каким образом ей проверить вот верность законов этого отображения, которое она установила? Ведь чтобы проверить их, да, и даже чтобы установить, ну, уж тем более, чтобы проверить, ей нужно иметь доступ, вот, к, собственно, этим феноменам субъективным, да, то есть ей нужно иметь доступ к ментальному восприятию. А каким образом вот это вот ментальное восприятие, да, будучи субъективным, можно транслировать, так сказать, вот в это пространство объективности, в котором работает теория, да? То есть их же должны, их должны же сообщить... Да проблема как бы экспериментов встает. Вот, перед этой теорией... Проблема верификации подобной теории. И верификации вообще как бы проблема опыта, да? Здесь опыт, он сугубо такой, как бы, субъективный и феноменологический, вот. И как перейти от вот этого субъективного утверждения к объективному утверждению, совершенно непонятно. Вот. Это первый момент. А второй момент... Так, да. Да, по сути вы правы, но я вам скажу, что физикалисты и нейрофизиологи с вами не согласны. Они уже давно пытаются установить шкалу временную, так сказать, общую, физическую, как для событий ментальных, так и для событий нейрофизиологических. И даже утверждают там на основании каких-то своих опытов, что электрические события, то есть фактически физические, микрофизические события происходят раньше, чем это осознается как ментальное какое-то состояние. Хотя, действительно, методология вот этой локализации на физической, для меня совершенно непонятна. Но мы уже 4 года Анохина слышали назад, да? И уже 4 года назад это утверждал. Ну, вообще-то, общее место у этих феминалистов, я уже об этом говорил, что понимается так, что там физическое само по себе, а вот наша свобода воли и представление о том, что нам нужно делать, это как бы иллюзия, если она по себе. Для того, чтобы не было шока, фрустрации, да, это же некомфортно нам было бы жить, да, если бы мы понимали, что вот так вот все, чтобы было все нормально. Еще в этом месте имеет смысл, видимо, отметить, что вот эту теорию супервентности, которую вот Игорь изложил в таком простом виде, ну, в самом распространенном, на самом деле они пытаются там ввести принцип сильная, не принцип, а различить там сильная супервентность, как-то слабая, да? Глобальная супервентность и локальная супервентность. Локальная, глобальная, это вот у нас московский товарищ Васильев, да, Феносов, он даже книжку вот написал недавно. Я читал статьи вот по этому поводу несколько лет назад, но там, в общем-то, решение, нет, все равно проблем никакой. На второй-то вопрос, ладно? Просто надо. Подожди, я же все... Я пытаюсь, да. Это какие-то частности? Ну, почему? Ну, а мы обсуждаем частности этого доклада. Вот. А вторая частность... Всегда интересно по нейру. Мне интересно то, что интересно мне. Но это было время доклада было это? Нет. Нет, я вынес это специально. Я легко запомнил и вынес. А потому что стоит, ну. Значит, и второй вопрос касательно вот этого, ну, как я бы назвал, так сказать, развития или самосознания, когда восполнение какого-то, да, когда вот эта полная система различий, а переходит, как бы, отличая себя от, там, от чего, от своего отсутствия или от чего, интересно? Заметьте, что здесь пространство, и такого восполнения не нужно, да? Пространство остается... Ну, это и неинтересно. Так это как раз интересно, потому что это решает проблему вашего... У тебя движение нет. Движение есть. Здесь просто всякое расширение пространства есть то же самое пространство. У тебя движение прибавляется, как бы... Ничего не прибавляется добавка, а здесь оно проистекает из... Вы заметите, сколько это модель, ребята? Ну, хорошо, могу я закончить фразу, да? Вот. Так вот, мне-то, как бы сказать, показалось немножко оптимистичным вот эта постановка вопросов, потому что у вас получается, что, ну, вот это сознание, оно как будто бы все время только вот прирастает, да? Прирастает новым содержанием, новыми различениями. А как же происходит деградация? Да, совершенно верно. Вопрос совершенно правильно поставлен. То есть, мы можем рассматривать и процессы забывания, как процессы вот такой деградации. И, в принципе, то есть, реального сознания. То есть, если приблизить, продолжать, так сказать, движение в сторону большей адекватности к реальному сознанию, то, конечно, здесь придется вводить разные поправочные аксиомы. То есть, поправку на забывание. А хоги-буды это называется? Что? Ну, хоги-буды. Ну, так или иначе, дополнять, да. Подгонять это под реальное сознание. Безусловно, эта проблема понятна, и количество, так сказать, развлечений в сознании, оно не может постоянно расти. Это понятно в реальном сознании. Естественно, что память стирается. Есть считанные люди на Земле, которые там феноменальные мнемонисты, которые действительно, ну, якобы, якобы могут запоминать вообще все, все, что они видят, они запоминают. Там это, значит, проблемы нет. Но в реальном сознании среднего человека, конечно, происходит стирание. Но это совершенно правильно. И в какой-то момент и ось эта из памяти стирается. То есть, мы помним с провалами наше, так сказать, содержание нашего сознания там дальше, чем пару дней назад. Это совершенно точно. И иногда путаем и события, и вот, как говорится, потеря. Третий короткий вопрос по поводу понятия ощущения. Вы ввели его как некое развлечение, которое дальше не может быть развлечено, да? Наоборот. Вообще, бесконечно может быть развлечено. Не только развлечение, как бы, можно металлы пока левый конец и правый конец. Да? Ну, вот у ощущения левый конец поврежден. Но оно может развлечаться, естественно. Нет, я имею в виду, что там как-то было сформировано, что дальше невозможно... Ну, как это, как что-то неделимое получалось уже. То, что уже дальше, внутри себя нельзя различить. Нет, ну, имеется в виду чисто теоретически, что это самое базовое. Да, что это элементарная, так сказать, частичка или не частичка сознания. Понимаете, мне именно нужно определение, да? Потому что мне показалось, что можно так ввести и развлечение, как что-то, так сказать, не дальше неразвечаемое. А можно также, может быть, какие-то абстрактные понятия ввести. Понимаете, есть же какие-то понятия, вот, некие предельные абстракции, которые тоже дальнейшему какому-то развлечению и раскладыванию, да, какому-то... Понимаете... Как мы отчим, соответственно, их... Нет, 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 здесь просто-просто четко нужно держать, так сказать, во внимании это отличие понятий от развлечений понятий. То есть развлечение понятия – это локальная вещь, это некое событие, происходящее в рамках вот этого развлеченного времени. То есть мы... Я посмотрел на ручку, я ее различил. Я там посмотрел сюда, я вспомнил теорию сознания. Потом я о ней забыл, занимаюсь другим. Потом я опять посмотрел, вспомнил. То есть по содержанию эти два развлечения как бы совпадают, и смысл тут один и тот же. Я различил один и тот же смысл. Но я сделал это разными развлечениями. Значит, в структуре развлечений они находятся в разных местах. В разном времени, это разные развлечения. Я здесь и сейчас, я здесь и сейчас отличил одно от многого. Вот как бы теоретически, как в развлечении пролил, и дальше не могу двинуться в этом развлечении, допустим. Вот где я там... Нет, нет, двигаться в развлечении некуда. Это элементарно, это точка как бы, соответствует точке. Ведь, видимо, модель конечная. Размещая различие и т.д. Актуально, актуально модель конечная. В ней всегда конечное число развлечений. Но она потенциально бесконечная. Как, допустим, мы ряд можем достраивать, да? Но это не значит, что мы за конечное время... Нет, я не говорю про то, что сразу... Вот, значит, есть развлечение. Оно различено. Оно может только сохраниться в памяти. Если вы помните, как это ваше действие... Допустим, вы вспомнили, да? Через год вы вспомните, как мы здесь говорили, и вы этот пример привели, да? Вы его различили из памяти. Это уже другое развлечение. Разлечение вот сейчас и развлечение из памяти – это другое развлечение. Ну, в каком-то смысле, да. Но факт тут не стоит, я думаю, понять. Дело в том, что субъективная часть – это базисная часть. И, наверное, говорить про сознание, что оно повторяет компьютер, бессмысленно. Может быть, говорить о компьютере, что он пытается повторить сознание – это имеет какой-то смысл. Вот. Но вот на ваш вопрос, я думаю, что я ответил. Потому что смысл, вот он один, а развлечение этого смысла может повторяться. Но это будет разное развлечение. Нет ни одного различения. Или это развлечение по смыслу, то есть по содержанию, не равно. Либо оно в структуре в разном месте. Поэтому здесь нельзя говорить о пространстве. В пространстве там есть преобразование. Там нет разницы, где начинать поставить начало. Есть преобразование сдвига. Оно не меняет. А здесь же все меняет. Здесь все нелинейно. Абсолютно нелинейно. То есть все абсолютно зависит не только от содержания, но и от места в структуре. Тем более теория получается не очень правдоподобна, потому что сознание достаточно все линейно. И мы рассуждаем по одним и тем же тропкам в ходе. И не только мы, а и люди, которые жили и две тысячи лет назад, и я думаю, и десять тысячи лет назад. Понимаете, сказать линейно – это значит предсказуемо. Линейные тропки. Конечно, предсказуемо. Логика, например. Сознание предсказуемо? Вы так считаете? Конечно. Вот я поднял руку. Вы это могли предсказать? Да дело же не в этом. Что тогда предсказуемо? Есть линейные тропки. Допустим, если вы сказали «Ад», то вы за большой адрес скажете «Б». Но такие тропки не имеют. Ну, ладно, иметь ввиду логику. Да, я имею ввиду логику. Это означает, на самом деле, что нет никакого такого абсолютного развлечения. Такого нет, на самом деле. Конечно же, есть много что-то здесь много. И сознание, кстати, это тоже очень, как мне кажется, важный у вас минус, с моей точки зрения, естественно, что у вас вообще тоже нет нигде. А это на самом деле у мужчины. Потому что сознание – это именно то, что благодаря чему может существовать тождество. Нет, а вот интересно, действительно. Вот смотрите. У нас нет тождества, у нас есть развлечение тождества. И это тоже развлечение локальное во время. А что это значит? Вот смотрите, вот допустим, я сейчас привел этот пример, а потом когда-нибудь приведу еще раз пример. Допустим, развлечение тождества единицы и единицы. Единица равно единице. Вот это можно различить как тождество. Это можно различить. Но это будет различение. В рамках сознания это будет актом различения. Как я отождествляю это все-таки? Вот допустим, я приводил пример, да, а потом, как вы говорите, я через сколько-то, через год вспомню на то, что приводил этот пример, и допустим, привожу его снова. И несмотря на то, что это действительно два разных там различия, вот, но я же отождествляю эти события. Отдельно, отдельным развлечением. А как это, отождественным развлечением? Что это значит? Вы заметили тождество? Ну как заметили тождество? Мы... я вообще sagen, что мы живем в мире тождества. Различие, это то, что мы пытаемся избежать. Что значит, как заметили тождество? Вот так взяли, заметили, отметили, что это тождественно. Я скажу так. Мышление, это изначально та способность, которая человек добивается тождеством. В принципе, мышление это и есть та способность, которая вынуждена, эволюционная или была из самого изначального, это не важно, Бог дал. Но это та способность, благодаря которой мы в мире все это же знаем. Вы действительно утверждаете, что вы не способны тождество увидеть, отличить? Тождество, я понимаю, что всякое тождество подразумевает различия. Заметить тождество, вы способны? Тождество и различие, это... Заметить тождество, вы способны, далее, вот это и есть различие. Заметить и различить творчество и различие. Вы понимаете, в чем дело? Различить это все-таки раз... это как бы некое действие разнесения. Нет, нет, нет. Смотрите, суть вопроса в чем состоит. Различение это... Сознание, не как сознание. Заметили тождество, это есть, различили тождество. Это все понятно, потому что любое тождество подразумевает различие, это сопоставительные понятия. Да нет, не поэтому, а потому что... Я никогда не вижу красный, я всегда вижу красный на фоне черного, на фоне белого. Все, что вы заметили, вы различили. Вы понимаете, что у вас тождество выступает как такой же объект, как то, что отождествляется? Вот так у вас. Конечно, объектом, может быть... Тождества нет. Может быть объектом... Наконец-то задвумевали туров за переводом тождества. Нужно сказать, что тождества нет. Этоаздwin позволяет формировать тождество. Ну, конечно нет. Это означает, что модель вообще... Это означает, что мышления вообще нет. Нет, нет,нако никак не получится пойти. Различили тождество. В рамках модели нет тождества развлечений, в рамках модели, но в смысле развлечения сознание может различать любое понятие, в том числе понятие тождества. Ваша теория отличается от той теории, которую вы критикируете. Нет, понятие тождества, понятие такая же теория. Это нужно различать тождество между развлечениями и тождество, которым там может различаться. Нет, я хочу сказать, что я вижу тождества. Я не различаю тождество, а я вижу тождество. Это на самом деле акт первичный. Это не какой-нибудь такой акт, который сначала разрешил, а потом отождествил. Хорошо, еще раз, вы можете утверждать, что вы заметили, но не различили. В рамках нашей модели невозможно заметить и не различить. Нет, смотрите, я вижу тождество, подхожу ближе и различаю. На самом деле у меня вначале показалось. Еще раз, еще раз, ответ такой. Вы можете утверждать все, что угодно. В рамках нашей модели невозможно заметить что-то и не различить при этом. Заметили это, различили, значит. Булат сейчас приводит пример феноменологический, который недостаточно сказать, что в рамках вашей модели это невозможно. Это будет опровержением тогда вашей модели. Вам нужно объяснить, как ваша модель объясняет вот этот процесс. Булат увидел нечто, единое, скажем так, подошел и обнаружил, что оно различное. Понятно, вопрос законный, совершенно верно. Действительно, мы можем различить различную глубину связи между предметами, глубину, так сказать, различий. Например, мы можем заметить нечто в темноте, там, движущееся, некий движущийся предмет, который мы не можем для начала идентифицировать. А вопрос идентификации более точный. Например, следующим шагом мы можем различить, что это, допустим, машина или это человек, а не машина. Это будет второй этап развлечения. Следующим этапом мы можем различить, что это наш знакомый, допустим, когда он появлезется. Это означает, что тоже есть и развлечие рука вокруг и идут. А не так, что сначала всегда различие, а потом торже есть. Мы говорим о торжестве. Спокойно. Мы не говорим о развлечениях. Мы говорим о развлечении. Это разные вещи. Правильно. Не можно говорить о развлечении без торжества. Хорошо. А вопрос такой. Все происходит, понимаете? Что это за глупость? Нет, о нём нет. Как это не может быть? Если у вас вообще нет тождества, то да и разъницу. У вас и деньги должны были быть тождествами. Мы говорим о том, что нет тождества между развлечениями. А не то, что его нет вообще. Взятьте понятие. Еще раз. Нет тождества между развлечениями. Это не значит, что нет тождества вообще. В принципе, в мире нет тождества. Хорошо, хорошо. Мне не нравится, как возражает Булат, но у меня все равно есть свои возражения. Вот ваш пример. Вы увидели там что-то движущее, темное, потом как бы увидели, потом различили, что это человек, потом различили, что это ваш знакомый. Ну, казалось бы, у вас должны быть какие-то самотождественности, условно говоря, в сознании. Я понимаю, что я сейчас нарушаю вашу логику и что-то там еще. Понятно. То же самое. Да нет. Чтобы вообще как бы иметь представление о том, что такое этот ваш знакомый, понимаете? Вы же как бы, вы же на самом деле, что значит, вы различили его как знакомого? Вы отождествили то, что вы сейчас видите, с тем, что вы видели раньше. Да, совершенно верно. Они отличили его, так сказать. Не то, что вы все эти умные массы различили на людей и не людей, а потом различили людей на своего знакомого и незнакомых. Да? Вы его отождествили с тем. Безусловно, в памяти для этого должен быть некий банк данных, там, лиц и так далее. На основании этого банка данных, как бы, сравнение, там, лиц в данных. Сравнение, ведь у вас уже, как бы, у вас уже начинается не разбиение, не развлечение, а уже какое-то сравнение. Нет, так, дело в том, что ведь развлечение использует память, ну, в большинстве случаев оно использует память все равно. То есть, различается структура. Нет, нет, как, ни при чем память. Развлечение уже и не развлечение, а отождествление. Понимаете? Нет, нет, нет. Банк памяти, и ты пытаешься с чем-то отождествить то, что ты видишь. Так, это не подошло, это не подошло, это не подошло, это не подошло. Банк памяти как-то нет. Нет, без памяти, ну, здесь невозможно говорить. Банк, 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 банк смыслов, образов. Банк памяти, мы не можем отличить здесь от памяти. Банк памяти, это дело, да? Очень неаккуратно используется слово «отождествить». Это сплошь и рядом происходит в некоторых философских дискуссах, кто просто по привычке, люди привыкли. Но, если разобраться, нет никакого тождества. В тех случаях, в большинстве, когда люди говорят «тождество», вот и в этом случае нет тождества. Давайте я вам объясню, как то есть. Сонесение не есть тождества. Платоник, подожди, пообещайся на тождество. Слушай, если можно... Даже когда я узнаю человека на улице, он переоделся в какую-то карнавальную одежду и прочее, я его знал заранее. Я опознаю его именно потому, что между этим переодетым человеком и тем человеком, который я знал до этого, есть некая тождественная, на которую я описываюсь. Можно сказать, оставляй этим самым. Нет, еще раз, спокойно. Два стола тождественная, в этом смысле, которую ты сказал, именно потому, что они различны. Любое тождество, которое они разумевают, что они различны в чем-то. Да, вот различие – это абсолютная понятие. Это соотносительное понятие различий тождества. Естественно, всякое тождество подразумевает различие. Понимаете, если бы мы говорили, допустим, о сравнении, вот ваш аргумент, что слишком многое называют тождеством, где тождества нет ни разу, его точно так же можно применить и к развлечению и к развлечению. Потому что, если мы сравниваем два стола, здесь как и различие есть, так и тождество есть. Потому что мы бы не могли, как Гейгер говорит, мы бы не могли их сравнить, если бы они не были тождественны с собой, если бы не было общего основания. Вы говорите, мы бы не могли их сравнить, если бы они не различались. И те, и другие права. Понимаете, в чем дело? Ну, вы просто перетягиваете одеяло на сроки с разными 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 раз Я опознал, как говорил. Естественно, как могу. Еще раз, повторяю. Еще раз повторяю, в нашей модели только развлечение. Поэтому может быть развлечение от тождества. Что значит развлечение от тождества? Объясните! Вы развлечаете тождество как понятие тождества? Это понятно! Можно различить понятие тождества. Но когда человек обнаруживает тождественную вещь, тождественность вещи. Тождество своего знакомого, он не понятие обнаруживает. Согласен, согласен, да. Согласен, согласен. Поэтому есть секундочку. Поэтому есть развлечение понятия тождества, есть развлечение тождества между предметами. Это разное развлечение. Это же есть тут два юных бенокограняная вода. Нет, еще раз говорю. Различение это не различие. Различие противоположно тождеству. Но развлечения не противоположны к тому, что есть творчество в содержании. Понимаете, вот даже если, допустим, стул, да, вчерашний мой, ну, стул сегодняшний... Но если ты возьмешь два стула до атомов, до виртуальной частицы, ты поймешь, что там нет ничего тождественного, одинакового, потому что они в разных местах. А идея, а идея, о которой я вчера думал и сегодня думаю, чем она развлечается? Это та же самая идея, я же тебе говорю, что ты подаешь, тождественное, то же самое, а и у Платона говорил, а то же самое, понимаешь, смысл в этом. А я не понимаю. А Гегель запутал, а потом повторяет вот такие вот, тождественное, тождественное, тождественное. В мире нет, в мироздании нет ничего тождественного. Вы себе тождественное? В принципе. Пять минут назад и сейчас вы себе тождественное? Нет, я тоже самое. Это самость человека. Да, я сохраняю свою самость. Так вот, Гегель утверждал, что именно... Он, да, вот, правильно. Тождественное это и есть ваша самость. Он так и утверждал. Да. Что в позитивном смысле наша деятельность? Есть вот такая вот ваша самость, которая сохраняет себя. Ну, еще четкие проблемы-то у вас. Да потому что очень часто слово «тожество» используется не до конца продукт, чисто автоматически. Поэтому я думаю, что различие абсолютно нельзя ошибиться в использовании слова «различие». Ошибаются с использованием слова «тожество» сплошь и рядом. Путают себя и других. Вот и все. Извините. Мне даже неловко. После всех этих праздничных и горячих суждений, у меня простой вопрос и простое предположение. Вопрос у меня простой. Я в какой-то момент, видимо, что-то пропустил. Прозвучала в докладе такая штука – «каузальная незамкнутость». Что это означает? Вот примитивно к сознанию. Это описывало сознание. Да, да. Ну, я не буду повторяться, что значит «каузальная замкнутость». Каузальная незамкнутость – это отсутствие каузальной замкнутости. Вот. И примитивно к сознанию. Это означает, что в сознании есть следствия, которые не имеют свою причину. Свои причины. А именно внутри сознания. А именно развлечение ощущений. Они, да, возникают в сознании как бы спонтанно. А, ну вот это спонтанность сознания или свободная причинность, то, что еще… Классично. Да. Ближе к камеру чуть-чуть… Это будто как означается, да? Автономная воля? Да. И спонтанное, допустим, представление, галлюцинации. Понятно. То есть то, что сознание, условно говоря, само из себя не могло бы породить, да? Не могло бы оно отличить, там, не знаю, горячее от красного, да? Ну, то есть цветность от… Да. Ну вот как мы отличаем ощущения, допустим, от своих, допустим, каких-то мыслей и так далее? Потому что они спонтанные, они возникают как бы непредсказуемо для нас из ниоткуда. Как это так? Ну, из ниоткуда. Многое ощущение, в опыте спокойно движешься, и ощущаешь, что они возникают вполне оттуда, откуда должны возникать. Нет. Иногда что-то возникает, да. Нет. Ну, имеется… Вы спите, вдруг кто-то включает свет. Причина полагается во вне, как бы, понимаешь? То есть, все-таки, по ту сторону сознания, я не хотел бы вопрос задать. Что-то по ту сторону сознания есть. А у вас в этом речи есть, да? Нет, нет, нет. Мы представляем возможность такую. Нет, ну, каузальная незамкнутость, прямо говорит, что должно быть. Потому что, если причина не лежит внутри сознания, значит, где же она лежит? Да, она где-то вовне. Да, да, да. То есть, каузальная замкнутость, из анализа этого факта следует, что есть некий мир, помимо сознания. Вот оно не замкнутость. Есть некий мир. То есть, отсюда прямо, как бы, следствие – это уже гипотеза существования мира вне нашего сознания. А, ну, это еще такое значение имеет, да? Понятно. Ну, оно, как бы, да, следует. Да, и у меня только одно, значит, предположение, когда шла речь о том, что вот продолжает в сознании есть вот накопление этих развлечений, и все более развернутая структура этих развлечений. Вот, и вроде бы как это и противоречит эмпидическим обстоятельствам, что мы все-таки эту сложность не обнаруживаем как нарастающую. Да, мы ее об этом говорим. Об этом говорили, да. И вот, и Игорь говорил, и Александр Владимирович подтверждал, что здесь, видимо, надо будет вводить некоторые дополнительные условия, которые позволят этого достичь. А я бы, честно говоря, этого сильно не хотел, если у вас так получится, потому что мне давно близка и очень кажется правильной такая интуиция, что, собственно говоря, память – это способность забывания. То есть применительно к вашей структуре, применительно к вашей структуре, эта вот способность забывания, она должна быть объяснена, не вводя дополнительные аксиомы. Чтобы не превышались оперативные возможности сознания. Я не знаю, как. Вот, может быть, если углубиться как бы вот в механизм от этого удержания различаний, может быть, там обнаружится, что это не просто некоторое разрастание, да, а это просто как-то… Еще избавление, да. Еще избавление. Как два дополнительных… Понимаете, тут есть более серьезная проблема, которую никто не заметил пока что. Мы так скользко сидели за то, что предельное развлечение на нарастающем сознании, оно требует постоянного расширения способности различать. Если сознание расширяется, то каждое следующее, да, понимаете, это, видимо, для реального сознания это, видимо, не так. Это, видимо, не так. Это, как раз, второй дополнительный механизм, то есть, ты хочешь сказать, что есть какие-то предельные оперативные возможности компьютера, да. Значит, есть два механизма. Первый механизм, который оказал, это механизм забывания, и второй механизм, который очевиден, это механизм усложнения. То есть, вот та самая основная особенность, которую в нашей модели мы подчеркиваем, создание целостности. Понимаешь, да? Вот именно. То есть, множество переводится в сложные структуры, и различается-то уже не каждая отдельная, а целая. Совершенно верно. Вот когда происходит различание тождественного, да, и что на самом деле происходит? Происходит упрощение сделанных различий, мне кажется. Ну, если способность ограничена как-то смертью... А как можно вообще объяснить переход к апттрактному мышлению? Нет, тогда же сознание докатывается до абстрактного мышления. Вот было... Неспособность удержать... Но вот тут извините, я должен извиниться, то есть, мы должны извиниться, потому что еще очень интересный момент. Он абсолютно не нашел основания, а необходимо это сделать. А это именно как происходит означение. То есть, вот когда мы говорим о целом, да, сразу же возникает вопрос, а если есть образы, символы, как возникают значения, да? Я только коснулся этого вопроса, сказав, что значение мы понимаем как квали. И мне кажется, вот в этом есть некая новизна. Вот я философию об этом не слышу. Вот на ваш взгляд есть, и это уже мой к вам вопрос в этом новизна или нет, значение мы понимаем как квали. Ну, имеется в виду, что если символ красного, это может быть там и буква А, например, это символ красного, то значение этого символа, это уже квалия. То есть, мы должны понимать, что такое красное, чтобы понять значение символа. Мы можем обозначить А красное, АБ зеленое, можем обозначить, но мы должны понимать вот это. Красное, это плохой пример, ну, любое логическое, лучше сказать, значение, ну, в любой пропозиции, в любой значении, там, слово «мама меня обижает» или «блад меня обижает» постоянно, да? Каждый знак, он квалитативен, то есть я не могу на самом деле передать 100% вот этого знания, вот, Антон, он может примерно получить то же самое, да? Ну, как знак, как он в передельности, вот, не каждый знак, потому что один знак может через другой, через другой, через другой, через... Хорошо, вам кажется, как же существует математика, подождите, со своими математическими знаками? А, а вот А, стоп! Так вот, вот, ты делаешь, что мы различаем символизм и знак, но вот это про знаки до конца, вот, механизм означивания, как из символов получается знаки, просто не проработан, поэтому лучше его не касаться. В общем, это всё может быть различено, безусловно, в рамках сознания, без проблем. Связывают такой феномен, как ясность сознания, смутность сознания, да? Сознание, как бы, некое... Создувание сознания. Нет, послушайте, и сознание имеет некую качественную характеристику. Вот как в вашем понимании сознания качественная характеристика происходит? Да, значит, это всё связывается со способностью... А, конечно, надо свет добавить, да? Сознание всегда и везде, в философии, понимаешь, как свет. А и когда говорят о свете, всегда имеют в виду сознание. Когда говорят, что свет разума, на самом деле имеют в виду сознание. Ну, и вот с этим я не буду комментировать. Вот это очень важная ремарка необходимая. Как раз конференция о измененном состоянии сознания. Эти многие многоопытные люди, да, которые не распоряжались в измененном состоянии сознания, свидетельствовали громогласно, что это метафора для публики, так? Некая метафора исторически-неисторически оправдана. Я не публика, у меня отряжение даже заслуживает. Так на самом деле, да. Своё право. Вот, так вот, напрямую, там, годы авторитета говорят, что, ну, свет потому что вот так вот, на аум пришло, никакого света. На самом деле. Пускай, пускай, кма, это не важно. Важно, что искали, как-то, помимо развлечения, что-то типа количественной характеристикой, а качественной характеристикой. Значит, смотрите, да, качественная качественность, сумеречное состояние сознания, безусловно, связанность с неким, так сказать, повреждением, с неким дефицитом развлечения структуры. То есть, вы хотите, количество свести к количеству сейчас, да? Я хочу закончить свою мысль, а вы мне не даете. Нет, вы говорили про квали. В квали можно свести к недоставку развлечения? Вы задали вопрос, я хотел бы... Я как бы сказать, о квали, это у нас есть квали. А я вот хотел бы, чтобы вы не задавали вопросов до тех пор, пока я отвечу на первый, чтобы вы не задавали тридцать пятый. Вот. Значит, я отвечаю, спросили, отвечаю. Значит, например, сумеречное состояние сознания, когда человек плохо ориентируется во времени и в пространстве. То есть, различение некоторых вещей, так сказать, вне его, и, собственно, и структуры самого сознания, саморазвлечения, нарушено. Есть особые состояния, связанные с пароксизмами, так называемых психических эквивалентов эпилепсии. В этом состоянии, типа лунатизма, человек в таком состоянии бессознательном может совершать квазирациональные действия. Может что-то делать, может даже общаться, может ехать, покупать билеты и уехать в другой город. Потом он приходит в себя, и вот это все, этот период у него выброшен из памяти, он не помнит. Как и период эпилептических припадков, допустим, когда у него судороги, вот этот период квазирационального поведения полностью выпадает из памяти. Значит, о чем речь? О том, что у него все-таки какие-то развлечения были, но они не встроены в эту структуру предельных развлечений на нашем языке, в рамках нашей модели. И выпали из этой структуры. Они где-то сохранены, может быть, в пассивной памяти, может быть, в подсознании. Это нужно еще сформулировать более четко, где они сохранены или сохранены. Но факт тот, что в этой структуре они не вписаны. В эту структуру они не вписаны. Вот такие... У сознания есть качественная характеристика, неважно, какими следствиями это случается. Ну, действительно, там, суверечное сознание проявляется в таких-то следствиях. Вы это сказали, мы все это знаем. Я же говорю, что у сознания есть качество. Вопрос какой? Ну, вот вы еще не слышите, вот вы говорите, у сознания нет качества, есть только количество. Нет, приведи к вам, кроме металла. Ясность, ясность, у меня бывает ясное сознание. Вопрос какой? Мы называем модус сознания. Вопрос какой? Настроение, то есть, сформулировать, не что, а вопрос. У сознания есть сущность, у нее есть качество. Не утверждение, вопрос задайте. Я же говорю, что утверждение, вопрос в следующем, есть... Я же спроси, есть ли у сознания... Я вас первый раз спросил, у сознания есть качество. Вы начали объяснять, что у него не качество. Это не вопрос, это утверждение. Задайте вопрос. Нет. Почему это... Я сформулирую вопрос. Есть ли у сознания качество? Да, есть ли у сознания качество. Ответ. Только не надо сейчас про это сумасшедше говорить, там, мало ли что получается с кем. Хорошо. Не буду про сумасшедше. Значит, у сознания есть только развлечение. Есть развлечение качества. Есть, это одно, развлечение качества, которое называется квалия. Это есть развлечение. Вот он входит в качество. Не развлечение качества, а само сознание как нищие, как феномен. Имеет ли качественность? Качество это развлечение. Да почему не все это? Понятно, что внутри себя сознание различает, в том числе и качество. Я имею в виду само сознание, как качество. Да нет, вот качество сознания... не употреблялась я говорю что развлечение этой сущность и существовал в этом смысле да нет сознание и это же качество сознание как различность как феномен имеет качественную развлечение подождите мы же говорили сейчас мы же говорили об изменении сознания и существование что это некое качество краснота как краснота а можно что это некая длина волны количественно в этом аналогии говорите что нет никаких вот таких вот красная только длины волны все различения уточнять до бесконечного числа знака после запятой да вот можно уточнить длину волны вопрос не в этом состоит как раз на это как раз на есть точно так же сознание конечно же в нем много различий не всяких а вот сознание как некого рода сущность как какого-то некий феномен что есть какой-нибудь мы в сознании одно слово говорим развлечения для действий это сознание проявление сущность субстанция развлечения субстанция развлечения послушайте как может быть развлечение может быть субстантностью я тебе говорю об этом думаю много лет можно сказать да ну конечно может быть это же парадокс нет сущность развлечения это есть порождающие не что я понимаю развлечение может порождать только развлечение чтобы как бы повелом развлечения и сущность повышать что не повышать год если а вот здесь действие вот есть акты да да акты различают я испормирую есть действие развлечения вполне кто различает да хотелось бы просить а в чем сущность этого то есть инстанции которые начали у нас различают развлечения и развлечения в этом акте порождает вас есть такое нет нет субстанции но ведь у вас же было сказано да что вот это про так сказать сознание как это вот не не полнота казуально что золь на незамках незамках может быть что что часть в сознании присутствует нечто что можно квалифицировать как следствие вот но причина лежит где-то не здесь по крайней мере важность а что это значит это значит иными словами что вот эти развлечения как бы вот эта субстанция субстантность не порождена нашими актами развлечения понимаете потому что мы оставляем возможность для такой трактовки пока и ничего более он оставляет о дуализме я про то что понимаете сознание предать бытие предать бытие предать бытие то и как бы бытие чего-то имеет природу не с ну как бы помимо сознательный вот то есть не акт развлечения придаешь первичен и придает как бы а вот это вот существование ощущение вот только об этом очень хорошие вопросы пошли последнее время но я хочу подчеркнуть что вот это нашу модель это феноменологическая как то 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 есть мы старались строить модель сознания но как бы в обыденном понимании того что такое сознание по большому счету и хорошо и и что мы имеем ввиду надо строить было порождающий модель то есть вот нас на основе развлечений порождающая модель всего мироздания ради бога это теория всего их писать его это всего до следующего значит на насчет качество сознания мы просто об этом говорили можно так хоть иметь нормальное сознание может быть спутанное сознание может быть нарушены свои особо составляет когда например говорите что стук вы не перечитаете иску есть такой секунд и то на чем сидят и все качественно всего как просто и сна сознание есть точно такая же качественность который выражается в том что он бывает ясным смутным там про спрашивание дремонтные бывают разные это означает что у него есть качественность который у вас никак не отражена ну булат а вот я вот как-то читал может об этом говорим он обсуждает о лепнице да и у лепнице и живые и мертвые силы вот это есть из той же и историю понимаешь вот как он физикой занимается и вот он различает живые и мертвые силы движение приводит другие нет так у тебя ясное и смутное сознание еще раз давайте для того чтобы составить теорию сознания у вас она замечательно а во вторых как бы подвести как бы объяснить все феномены вот это мне кажется что есть как бы отдельный как феномен допустим ясности или неясности нечеткости там какой-то ремонтности там и прочее там смутности сознания которые никак в вашем развлечении не объяснять а вы знаете вот наконец-то я согласен полностью но я уже как раз ответил на этот вопрос естественно такое понятие на это многие феномен но логина отталкивались это все можно обобщить словом настроение 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 ясности и сознание работает смотрим ножки по-другому вроде то же самое но немножко настроение это другое но это так это вопрос трактовки уже не 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 гордый брат ну подумай давайте чтобы здесь как бы это теме продолжать и просто последний чего просто другой да хорошо нет но вы хотите ответ получить и я вам скажу что во первых нужно понимать пределы построения теории сознания мы начали с того что любая адекватная модель сознания или теория сознания поскольку модель в нашем понимании у и на узкая теория в узком смысле она не полна поэтому не может быть феноменов то есть и обязательно будут какие-то феномены которые прямо из теории не вытекают они этом обязательно если не не полная теория она не может объяснить всех фактов это по определению же с самого начала ясно что теория будет не полная потому что феноменов может быть потенциально бесконечность разных феноменов теория это допускает а если их потенциальная бесконечность то как конечным шагом так сказать алгоритма них невозможно объяснить все но мы объясняем достаточное количество мы считаем и стараемся объяснить те что не можем объяснить стараемся найти пути как бы до достроить эту теорию там или аксиматические и так далее чтобы уже новая теория была более полная идут я бы еще добавил даже поскольку эта теория она в каком-то смысле научная в каком смысле в каком гуманитарной науке вообще научно она может лечь в базе ставленной психологии там может быть социологии и так далее но и в этом смысле как бы ее не столько стоит сравнивать с какими-то гипотетическими философиями вот который претендует сразу на описание всего и предельно точны и так далее а ее надо сравнить с другими моделями которые имеются и недаром было сравнение как бы с имеющейся модель идет как бы конкурентная борьба и вот мы видим что какие у нас есть модель которые хоть как-то будут адекватны да для для применения вот в этих не естественно научных а гуманитарных дисциплинах вот есть первое которое описали физиологическое а вот предлагается второе и они собственно сравниваются они так что мы сейчас как бы говорим про гигеля да но из гигеля мы никогда не перейдем не к мозгу не но я согласен это я согласен модели больше научная чем я вас возражу вот ты сказал что не надо сравнивать там какими-то с гуманитарными воззрениями и так далее нет ведь это но все же хотя наша основная цель была добиться строгости языка но по понятным причинам хорошо но далее это же модель если называется формально чтобы она была воспринята она должна быть интерпретирована более того не только вот все колеской модели существуют тот же самый психоанализ по прошу психоанализ там кстати это же тоже модель но тоже не пара работа верминология если психоанализ это уже как бы на любителей то скажем вот то что пошло под философии хайдеггера это читается достаточно мощно разработанная как они говорят вот описание экзистенциональной структуры сознания фактически да более того даже используются и практике дозайн анализ называется и вот то что я сравнивал да вот это же то же самое фактически вот можно просто взять и и перекладывать вот сюда трасса дэнса это вот предельное развлечение все красивые слова можно перекладывать но я бы так я не согласен здесь он у нас очень у нас очень здесь много нового песен вверх эта структура времени которая порождается и само сознание и ясно как каким образом она порождается вот во вторых аксима те аксима у нас в явном виде они вас но не в таком как у вас хайдеггера достаточно мощные интуиции больше различий сразу больше различий чем сходство больше чем сходство именно поэтому ваша модель новая не повторение хайдеггера ни разу